Однажды мне очень посчастливилось и я участвовала в организации приезда Джона Крофта в Россию. Джон Крофт это австралиец, который организовал систему Dragon Dreaming. Система по управлению не коммерческими проектами, командой. То есть это команда, которая управляет, команда без центра, то есть там нет лидера и это было создано изначально, знаете, для некоммерческих проектов типа эко-деревень, эко-поселений, эко-каких-то еще проектов. Ну вот это все изначально было некоммерческим. Мало того, Джон Крофт это удивительный человек, который изначально строил свою систему на принципах местных аборигенов, австралийских аборигенов. То есть там древнейшие корни заложены в этой системе и система Dragon Dreaming, вы можете про нее прочитать, я уверена, что вам будет интересно, строится на четырех фазах, на четырех ступенях. Я не знаю, как правильно, ну скорее фазах сказать. Итак, первый этап, вот на четырех этапах. Первый этап это этап мечтания, когда вся команда мечтает про проект, как он будет происходить. У этого мечтания, у процесса мечтания есть свои правила. Затем вся команда планирует, ставит цель и планирует, как она будет этого достигать, распределяются обязанности и так далее. И третьим этапом непосредственно действия конкретно идут, кто что делает, и люди начинают делать уже что-то. И четвертый этап, этап празднования. Вся эта система, еще раз, построена на столь глубоких, мудрых вещах, которые транслируют австралийские аборигены, что мы с огромным удовольствием слушали Джона пять дней за городом, находясь за городом. То есть мы выехали, у нас там было около 50 человек, группа, мы собрали всех, у нас организаторов около 9 человек, их было вот 50 с лишним человек, мы набрали еще. И мы все приехали, слушали, и нам было дано задание непосредственно прям испробовать эти принципы на реализации какого-то проекта. Любого проекта нужно, самое главное, нужно было что-то взять как проект, договориться внутри команды и, соответственно, все это сделать. Одна команда, и у нас, я не помню, там 4 или 5 команд получилось, одна команда взялась убираться вокруг озера, другая команда что-то там, видеопроект какой-то делала, я не помню уже точно, что кто делал, мы взялись за блины. Нам нужно было договориться и испечь блины. Блины на всех участников, на какое-то утро. И это удивительно, но по результатам голосования наша команда проиграла. Мы очень долго никак не могли договориться, внутри команды спорили, ругались, хотя казалось бы, да, ну вот такое простое действие, возьми и испеки блины, поехали в магазин, не знаю про как правильно, поехали, езжай в магазин, купи муки, купи яиц, купи все необходимое и испеки блины всем, кто захочет блины. Но тем не менее, наша команда проиграла, то есть вот было там 4-5 команд, и мы оказались на самом последнем месте, потому что считалось, что мы именно по принципам Dragon Dreaming не справились. Мы очень долго изучали этот вопрос внутри команды, анализировали, понимали, что, как, почему не получилось. Но потом мне стало так обидно, я расплакалась. Я расплакалась, ко мне подошел Джон и стал меня успокаивать. И я человек, который привык всегда побеждать, который вырос в духе соревнования, которая всегда в школе была сначала отличницей, потом хорошисткой, комсомолкой, пионером, начальником всей комсомольской организации в школе, старостой в классе. Ну, то есть я выросла лидером, и меня воспитывали в таком духе лидерства. Мне хотелось вести за собой людей, воодушевлять людей. Я потом, кстати, работала всегда начальником, и у меня это хорошо получалось. Но, тем не менее, когда речь зашла о команде без центра, когда речь зашла о том, чтобы отдать ответственность, распределить ответственность между другими людьми, довериться другим людям, с этим у меня возникли проблемы. Потому что мне казалось, что я лучше всех знаю, как нужно сделать, как правильно сделать. Мало того, когда мы проиграли, естественно, я взяла всю ответственность за проигрыш сама на себя. То есть я виновата, потому что я не организовала, я не помогла, я что-то там не сделала. Ну, то есть все соответствующие последствия после того, как лидер проигрывает, я на себе все это испытала. И еще раз, мне стало так горько, потому что я устала после того, как организовывала все это. Я устала от того, что не смогла договориться с ребятами. И мне было так горько, и я сидела и прямо дрыдала, плакала, плакала. Но Джон подошел ко мне с улыбкой и сказал, Ирина, почему ты плачешь? Я ответила, что Джон, ну как, мне обидно, мне обидно проигрывать. Я не привыкла проигрывать, я не умею проигрывать, я не знаю, как это. Мне всегда горько проигрывать. Мне не хотелось, конечно, признавать себя побежденной. И он сказал удивительную вещь. Он сказал, Ирина, ну вот просто подумай. Ты празднуешь победу, ты веселишься, когда ты выигрываешь, когда кто-то выигрывает. Вы все празднуете, вы все веселитесь. Это принято в европейской культуре и в американской культуре тоже. То есть люди радуются победе. А сейчас просто задумайся, вот просто представь, что можно праздновать поражение. Я ему не поверила и с какой слезы сказала, что Джон, ну какую ерунду ты несешь, потому что как можно праздновать поражение? Ну никто не празднует поражение. Ну это фигня полная, потому что это обидно. Я проиграла. Как можно праздновать поражение? Я вообще не понимала даже то, о чем он говорит. И я продолжала грустить и плакать. И мне казалось, что все это фигня, невозможно праздновать никакое поражение. И он мне очень хорошо сказал, Ирина, просто подумай об этом. Праздновать поражение. Ты можешь из всего, что мы изучили за эти пять дней, Он сказал, ты можешь извлечь огромный урок. Ты можешь научиться праздновать поражение. И, наверное, это до меня, может быть, не сразу дошло, через какое-то время, может быть. Но я очень долго ходила и думала над его словами праздновать поражение, праздновать поражение. А вы знаете, потом я научилась праздновать поражение. Я поняла, что празднование — это четвертый как раз этап всех проектов. Празднование — это подведение итогов, это анализ, это похвалить себя, похвалить команду, это взяться за руки, это собраться вместе где-то, это написать какую-то благодарность тебе, другим, открытку, сделать друг другу массаж, угостить кого-то чем-то вкусным, самой что-то съесть вкусное. Это все про празднование. Куда-то поехать. И все это можно сделать, даже когда вы проиграли. В моей голове наступил переворот, что, оказывается, можно праздновать поражение тоже. И несмотря на то, что меня воспитали лидером и победителем, я вдруг открыла эту возможность для праздника. Возможно, вы тоже сможете после этой истории научиться праздновать поражение. Ну и сегодня все. С вами была Ирина Дель Соль. Всем ромашек! Субтитры сделал DimaTorzok